Слава Господу, братья и сестры. Вот когда слышишь такие псалмы, хочется куда-то идти, что-то делать, ну куда-то бежать, встань, подымайся, где твои дети, где твои родные и близкие, спрашивает автор этой песни, этого псалма, что хор пропел у церкви Господней. И церковь сразу, ну а с чего начинать, что делать? Вы знаете, когда я каждый раз вижу, когда выходят сюда родители, папы, мамы с детками, и я всегда так практиковал, и братья тоже так делают, ну всегда в молитве за детей мы упоминаем перед Господом о родителях. И мы говорим, ну Господи, ну и родители благослови, благослови мать, благослови отца. Ну с кого же эти дети будут брать пример? Мы будем петь потом, вставай в церковь, что-то делать. А ведь начинается вот это дело церкви, начинается в семье, когда отец как священник, когда мать его помощница, как действительно, ну кто, с кого они будут брать пример дети? Ну не с родителей, в первую очередь. Я не раз говорил, что, ну и вы это знаете, что Бог настолько вложил авторитет, авторитет вложил именно в сердечки детей для родителей. Родительский авторитет, уважение к родителям, доверие к родителям. Вот папа сказал, мама сказала в детстве, это, это да и аминь, это, не знаю, как откровение от Бога прям. И это надо умудриться, чтобы в течение жизни на глазах у своих детей разрушить этот авторитет. Родителям надо еще умудриться, разрушить веру в них, разрушить доверие в них, вот, чтобы они поняли, что отец или мать говорят, не делают, говорят поступать так, не поступают, говорят, что надо, нас заставляют, а сами это не делают, не игнорируют об этом. Вы понимаете, насколько важно, насколько важно вот эту работу Божию начинать именно с семьи. У нас позапрошлое воскресенье как раз был такой, значит, праздник, День Отца. И очень хорошая была первая проповедь, Сережа проповедовал, притча о блудном сыне, там речь об отце, об отце, который имел двух сыновей, об отношении, как он относится, как он прощает, как он готов принять, простить, покрыть намек на небесного Отца. Я при этом вспомнил, еще тогда вспомнил тоже одно такое повествование, не одно, но несколько ссылок в Новом Завете на это повествование об отце. Вот, вы знаете, у нас есть земной отец, у каждого, у кого-то был, он уже в вечности, у меня, у других, у кого-то живой, у кого-то кто-то является отцом. Вот, ну, так вот, тема отцов, тема матерей была еще раньше. И я вот себе подумал, апостол Павел говорит о себе, говорит, что у вас много наставников, но мало отцов. Говорит, я для вас, ну, это для определенной церкви, он сказал. А помните ли вы, вот, кто еще является отцом для верующих? Ну, конечно же, отец небесный, мы молимся всегда к нему, мы обращаемся, благодарим. Отче наш, сущий на небесах, начинается наша ежедневная молитва, и сегодня будем так молиться. Но есть еще одна личность, которую, ну, как-то несправедливо, вроде как, обходят вниманием. Мы знаем, все мы, все мы, решительно, начинающие читать Библию с Нового года, обязательно о нем читали. Это Авраам. Но что интересно, что Писание говорит, что он, вот смотрите, как написано, познайте же, что верующие суть сыны, ну, и дочери, понятно, Авраама. Вы знали, что вы дети Авраама? И не обязательно, что вы должны быть евреями. Не обязательно. Здесь говорится верующий. Если ты верующий, ты сын Авраама. Итак, он Авраам, у римлян мы читаем, это к языческим, кстати, это к евреям. И первое, второе, третье место к языческим церквям. Это к римлянам, это к галатам, он говорит. Итак, он Авраам стал отцом всех верующих. Ну, хорошо, допустим, мы об этом узнали. Что это нам дает? Насколько это важно для нас? Мы можем... Я вот просто, ну, прочитывал, замечал и обратил внимание, друзья. Вообще-то скажу, что тема отцов, она важна для всех. Она очень важна, очень необходима. Приходят, уходят праздники, отцы остаются. Много есть отцов хороших, но еще больше плохих. Мы знаем, что в этом мире и разводы, и прочие-прочие, ужасы какие-то творятся. Но любая девушка, любая женщина, любая мать мечтает о таком спутнике жизни, который будет, и когда я уже прочитывал Авраам, вот с такими качествами, как этот человек. Почему не взять пример с небесного отца? Ну, потому что нам до него не дотянуться. Он... Мы берем, и Писание говорит, значит, чтобы мы подражали Богу как чадо, как дети, значит, как чадо возлюбленные. Но у нас всегда будет извинение. Ну, так это же Бог, Господи, да какое-то... Как я могу сравниться? Я даже не смею и близко сравнивать мою, мой характер с твоим, мою жизнь с твоей, значит, и так дальше. А вот Авраам... Авраам это наш, это человек, который... Причем, вы знаете, у Авраама, у него, оказывается, не было Библии. Вы представляете, у него не было Евангелий. Вот. Он жил до Библии, еще не было написано. И в то же время он оставил такие интересные моменты, я не буду прочитывать всю историю для сокращения времени, но некоторые вот такие пункты, которые проявили его характер. Проявили его характер. И я хотел бы, чтобы на этот характер отцы и матери. Это не имеет значения, но особенно отцы обратили внимание. Обратили внимание. Он стал отцом всех верующих. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. Я сейчас сделаю небольшое такое отклонение. А, нет, прочитаю. А потом чуть-чуть, значит... И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома твоего, в землю, которую я укажу тебе. И дальше читаем. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Ну, вдумайтесь, вот хоть на мгновение, вот такое... Конечно, друзья, он уверен был, что это Бог сказал. Ну, сейчас я, когда я смотрю, как много вот уверенных людей, что с ними говорит Бог, я Господу сказал, а Он мне сказал. А я рассказал Ему, а Он ответил. А я... И вот это вот, и свои фантазии, и свои мечты, и свои мысли человек выдает за голос Бога. Но если бы вот так, действительно, к Аврааму Бог говорил, я не знаю, решился ли бы он вот на такой шаг в своей жизни, оставить все, дом отца, родство, родных, близких, знакомых, и отправиться при чем? И Господь не сказал, что пойди в землю, и вот я тебе ее показываю. Иди туда, а я потом тебе покажу, куда идти. А ты пока иди, выходи из дома. И он вышел. Я помню, ну и вы помните, многие здесь уже родились, они этого не помнят, молодые люди. Но когда мы выезжали, я выезжал, ну, это было в 89-м году, ну, до этого еще несколько, и вот мы звонили, здесь один человек в Калифорнии жил, он сам с Киева, наши знакомые, и расспрашиваем, а это же надо было на почте сидеть, ждать, когда тебя связут, иногда эта связь прерывалась. И вот, ну, ну расскажи там, расскажи, а как там, а сколько стоит то-то, а как это? Ну, он говорит, ну, магнитофон здесь можно купить, там, за 150 долларов. Этот брат, с которым я был на переговорных этом пункте, он смотрит на меня, ну, ты же магнитофон покушать не будешь? Ну, еще там какие-то... Мы переживали, мы волновались, нам хотелось узнать какую-то весточку отсюда, отсюда, из-за океана туда, чтобы, ну, как-то... И все равно страшно было. Авраам, ничего такого, некуда было позвонить. Он просто слепо доверился Богу. Откровению, которое он поручил, ну, можно же при этом по-разному, а вдруг это я размечтался, а вдруг этот сон или это откровение, вот какое-то вот, ну, не оттуда. Но пошел, не зная, куда идет. Первую, значит, он повиновался призванию. Я не разговаривался, ну, не то, что разговаривался, а беседовал с друзьями, которые, особенно молодые люди, которые пытаются определить свое призвание. Ну, конечно, если бы Господь меня позвал, я бы тоже... Некоторые свои представления или желания выдают за призвание от Бога. и начинают в этом направлении что-то добиваться, требовать, появляются недоброжелатели. Ну, смотрите, друзья, допустим, вот такое простое. Есть вещи, которые мне нравятся. Ну, нравятся мне. И если это еще подкрепить тем, что это от Бога, это призвание, ну, например, мне нравится проповед, мне нравится быть на виду у людей. Нравится. Значит, это призвание. Значит, а Господь это призывает меня быть проповедником, быть пророком, быть певцом. И вот я выхожу, я певец, и я, значит, и пытаюсь вот это... А люди слушают, ну, никакого вроде бы тут и ничего такого нету. Вот фальшивый человек. Слуха нет, голоса нет. Ну, что? Ну, он вообразил. Ну, я вообразил, что я вот имею такое призвание. Конечно, это сложная тема. Действительно очень важно разобраться. К чему призывает Тебя и меня Господь, и как важно в этом направлении, в этом призвании, откликнуться на Божие приглашение или Божие призвание. И следовать за Господом. Я хотел бы вот такое немножко отклонение сделать насчет... Христос говорит о притчу о сеятеле. И мы знаем, что он приводит четыре рода почвы. Это каменистая, это втерния, это при дороге, ну, чуть-чуть наоборот. И добрая почва. И потом объясняет ученикам, что это такое, что сеятель – это сын человеческий. Семя – это слово, которое сын человеческий сеет. Ну, а роды почвы, понятное дело, что это сердца людей. И что такое призвание? Призвание, оказывается, это приглашение Божие. Это благая весть. В Новом Завете призвание – это, говорит, идите по переулкам, идите, значит, по... Где только... Зовите всех, кого только найдете, и злых, и добрых. Мы знаем, друзья мои, что в жизни ни один нормальный сеятель, здравомыслящий сеятель, не будет сеять на дорогу, не будет сеять втерник, потому что зачем это делать? Оно же все, это семя пропадет. И, конечно же, не будет сеять еще в какие-то каменистые места и прочее. Он ищет, Он возделывает почву и сеет ее туда. Но, Господи, почему Ты сам, Бог, говорит о себе, что Он сеет семя везде, рассеивает с царской щедростью, и оно падает их кругом. Это же семя, это же Слово Твое драгоценное. Не лучше ли разобраться, подобрать этих людей? Это говорит, друзья, о океане Божьей благости, Его милости, о Его щедротах. Действительно, никто не сможет оправдаться и сказать, а вот, ну, это только вот этим людям, а меня это не касалось. Бог, Его Слово сеется на все сердца, абсолютно, в этом мире. Поэтому Он говорит, идите проповедуйте Евангелие всем людям, вот свидетельство всем народам. И все-таки, и все-таки, вы знаете, как различается эта почва. Есть та, которая принимает это семя и приносит плод, а есть та, которая, ну, вот, оказывается, такой бесполезной. Я думаю, мои братья и сестры, что еще другой пример, это уже не притча, где Христос, где один человек подошел к нему и говорит Христу, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. А Христос говорит, ну, куда ты пойдешь? У меня ничего нет, у меня нет ничего. Он видит сердце этого человека и видит, что человек заточен, вот, настроен на то, чтобы здесь, на земле, от Бога, от Христа, как будущего царя и мессии, получить какую-то привилегию, какое-то место, какую-то пользу, но только здесь. Именно вот это. И Христос вот прямо отвечает ему в тайник его души, его сердца, его мышление, говорит, у меня нет того, что ты хочешь. Лисицы, норы, птицы небесные гнезда. Христос говорит, кто надеется на Христа только в этой жизни, несчастнее всех человек. Другому он сам говорит, давай, следуй за Мною. А тот говорит, ну, хорошо, но позволь прежде Мне похоронить отца Моего. Ну, благородное, досмотреть до смерти, или как там, что там имелось в виду, но прежде Мне. Христос говорит, ну, мертвым разреши погребать своих мертвецов. Что он этим хотел сказать? Что есть в мире вещи, которые... Не надо быть христианином, чтобы их хорошо сделать. Их прекрасно сделают люди, не знающие Бога. У тебя другое предназначение, у тебя призвание к высокому, великому, значительному на этой земле. И поэтому это, ну, так сделай. Наверное, вот это прежде мне и вот мое занятие. А третий говорит, я пойду за тобою, но разреши мне прежде проститься с домашними моими. Ну, какие же домашние тебя отпустят? Ну, какие домашние не станут тебя отговаривать? Какие... Значит, вот это Христос показал вот разного рода почву. Почва, которая, с одной стороны, вроде бы и принимает семя, а с другой стороны, она не приспособлена. Она может быть каменистой, прочее, прочее. У Авраама добрая почва. И, друзья, вот еще один. Я вам задам вопрос, а вы сами так ответьте. Вот смотрите, четыре рода почвы. Почвы. Это верующие люди или это неверующие? Теперь, значит, я говорю, что я думаю об этом. Это сердца людей, на которых семя, Божье Слово еще не упало. Это не люди, которые уже, не те люди, которые уже стали верующими. Они еще не уверовали. Они, потому что вера от Слова Божия. Они еще не услышали Слово Божие. И, однако же, есть почва, которая способна принять это Слово. А есть, у которой будет очень много отговорок. У меня свои дела, у меня родных и близких, мне нужно еще сделать хорошее благородное дело. Во всяком случае, я не против, но если дашь сесть по правую, по левую сторону, значит, а есть те, которые принимают. А есть те. Так вот, добрая почва, как вы думаете, в чем ее доброта, если это еще не верующий человек? Если это человек, который еще не принял Божье Слово, оно только попадет в него, но она уже добрая, она хорошая. Хорошее. Значит, в чем ее безгрешное? Ну, какой же, ну, какой же без Христа человек, не знающий Бога, безгрешный? Я по своему глубокому убеждению считаю, что это сердце чистое от лукавства. Человек не может все сделать, как говорится, правильно, ходить правильным путем, исполнять заповеди Божьи, но он искренен в жизни своей. Он искренен. Да, он еще не услышал Божьего Слова, он еще не знает, как поступить, но он любит, чтобы было правильно. Он любит, чтобы было справедливо. Он ненавидит хитрость, ненавидит вот это, вот знаете, как это есть в отношениях людей, лукавство, как Писание говорит, сплетают замыслы различные, сплетают клеветы. Он хочет чистоты, хочет справедливости. Так вот, на это семя, или вернее, то есть, на это сердце, вот такое чистое от лукавства. Так Писание говорит, что с мужем искренним ты поступаешь искренне, а с лукавым как по лукавству его. С чистым чисто, а с искренним иск. Значит, по лукавству. И так, чистое от хитрости, от лукавства, искреннее сердце, оно кандидат на принятие слова и плод от этого слова. Это люди, которые, скорее всего, что примут Слово Божие и с удовольствием будут возрастать в нем. Итак, что делает Авраам? Значит, он идет, повинуется призыву Бога и следует за Господом. Значит, можем ли мы знать наше призвание? Друзья мои, ну, еще раз вернусь к этому. У нас может различное быть намерение, желание. Довольствием, кто-то одним в церкви занимается, кто-то другим, кто-то третьим. Бластови Господь, это способности, таланты, которые дает. Но есть главное призвание. Есть главное призвание и от него никак. Значит, что говорится? Вот апостол, это пьянение апостола, мы читаем такое, он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе делать? Как Авраам, я покажу тебе потом, а здесь тебе будет сказано апостолу Павлу. Иногда люди говорят, ох, если бы Господь руководил каждым моим шагом, вот если бы Господь управлял мы, а я не уверен, что тебе это понравилось бы, потому что на самом деле Господь руководит, когда даже в нашей жизни нам кто-то говорит, вот тут ты неправильно поступил, тебе надо, нам это нравится? Что, нам очень нравится слушать, когда нам указывают то и то и то, не говорим ли мы, что, а какое твое дело? не само, ну, а если бы Господь, это было бы другое дело. Так вот, друзья мои, Господь намерен руководить каждым нашим шагом, Он намерен, как мы поем в Соломбе, если блуждаем наш, Эть, нас, и Отче Господи нас осудят, направлять на истинный путь и так дальше. Он открывает. Итак, Яков, мы читаем такое слово, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Итак, Яков подводит такую черту. И вот я обратил внимание, это он в конце четвертой главы Яков говорит. А что же он говорит в этой главе? Он говорит о том, что такое делать добро. Он говорит о том, какое твое и мое призвание, призвание верующего человека и как он должен жить и поступать. Я когда прочитал, прочитал вот эту главу, ну так, полностью, я удивился, это к верующим написано или это к кому? Ну да, это к верующим. Вот смотрите, он говорит так, начинает главу с того, откуда у вас вражда и распри? Откуда у вас? Почему вы ссоритесь постоянно? Я так. Потом он говорит, что вы буквально убиваете друг друга, вы завидуете. Значит, не можете достигнуть, желаете, не умеете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. То есть, я так хочу, я этим могу прославиться. Он говорит, что дружба с миром, он называет такие слова, даже не хочу их перечитывать, но здесь они так, разве не знаете, что дружба с миром, вражда против, вы изменяете Богу, вы поступаете так, что это ни на что не похоже. Дальше он говорит о гордыне. Да помните, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Нельзя гордиться. Покоритесь Богу, сокрушайтесь, плачьте, смиритесь. Потом он говорит, не злословьте друг друга, братья. Ну, что же вы делаете, вы поносите злословие один другого. Нельзя этого делать. Значит, судить брата, тот злословец закон. Есть один только, который имеет право это делать. Это Бог, а кто ты, осуждающий чужого раба. Потом он говорит, что вы строите планы. Завтра поедем, будем торговать, будем строить, будем покупать и так дальше. Говорит, это неправильно, это не по-христиански. Вы же не знаете, что случится с вами через минуту. Вы не знаете, что случится завтра. Вместо того, чтобы говорить, если будет боль угодно, значит, то сделаем то и другое, если Богу будет угодно. И последний стих, он говорит, и так, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Я еще раз повторяю, ну, кому он это говорит? Это же верующему говорит. Значит, не настолько все гладко, не настолько все у христиан получается, как надо, чтобы это получалось. но тем не менее, Бог открывает через свое слово призвание. Мое призвание каждого из нас. И это призвание, вы знаете, не обязательно, но что такое, чтобы... Это призвание быть христианином. Это призвание быть светом. Это призвание быть отражателем или носителем Божьего царства на этой земле. И Писание говорит, кто будет чист, тот будет сосудом в чести, благопотребным, годным на всякое доброе дело. Итак, о призвании. Дальше. И сказал Авраам Лоту. Вы знаете, там события, с Авраамом оказывается, вышел еще и Лот, никто его, в общем-то, ну, не пишем, не читаем, чтобы Бог и Лоту сказал, чтобы он выходил. Но он вышел вместе с Авраамом, его племянник. Ну и потом... А потом они начали ссориться, началось с пастухов, стада непоместительная, богатства, пастбищ маловато. Ну, короче говоря, начали. И Авраам говорит Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и твоими, ибо мы... Мы же родственники. Если ты направо, то я... Мы родственники. Ну, давай вот... Есть такая, знаете, несовместимость даже у цветов. Они вроде бы... и те красивые, и те красивые, но вот вместе в одну вазу и один убивает другого. Так бывает, к сожалению, и здесь. Он говорит, ну вот, вот такая вот. И предоставляет возможность... Я его называю, он назвал это черту, этого характера. Лоту он предоставляет возможность выбирать. Вот. Вся земля перед тобой. Сам выберет. Самое лучшее. Выбирай. Ты если это выберешь, то я пойду в другую. Если это, отлично, я пойду туда. Друзья мои, какое благородство! Где этому Авраам научился? Во-первых, не Лота призвал Бог, Авраама Бог призвал. И Авраам, как дядя, он имеет же право, ну, привилегию выбирать. Он предоставляет эту привилегию своему племяннику, от которого, как я уже сказал, ну, не знаю, одна морока. но тем не менее, выбирай, делай, как ты. Вот это благородство. Это человек, настоящий отец, муж божий, христианин. Это тот, который может переступить через личные притязания по праву. Интересно, что апостол Павел говорит очень аналогично. И он говорит, и то уже унизительно для вас, тоже для верующих пишет, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам не остаться, лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Ну, не хочется терпеть лишения, не хочется оставаться обиженным, хочется оправдаться, но, тем не менее, Бог в своем призвании говорит, Авраам, не читая Библии и не зная, что есть такой шанс, как говорит, отступить от своих прав, от своей привилегии и предоставить это другому, который, в общем-то, увязался за ним. Вот. И он знал, что это лучше, это благородие. А знаете почему? А потому что он еще знал живого Бога. И он знал, что Бог никогда не допустит обиженному, обиженному, чтобы он остался без награды, без воздаяния, что в конечном итоге мы это увидим. Итак, такая черта. Следующее. Авраам услышал, что сродник его взят в плен. Ну, мы знаем, что Лот выбрал прекрасное место, орошалось водою, как сад Божий, как земля египетская. Я раскинул свои шатры до Содома. И он жил возле Содома, потом он уже жил в Содоме. Но факт тот, что лучшее избрал, и вот он живет. Но в это время четыре царя напали на пять царей. Содомский царь, еще с ним четыре. А там где-то, я уже сейчас эти имена не помню, но не важно. Короче, была битва, Содомский царь вместе со своими союзниками убежали. И вот эти люди, эти четыре царя, захватили Лота, захватили его жен, его детей, имущество, все, и увели в плен. И когда Авраам услышал об этом, что сродник его взял, взят в плен, а перед этим, как мы уже говорили, он уже, как говорится, выбрал, дал право ему выбора, вот тот выбрал самое лучшее, и уже вроде бы, кажется, а теперь уже, вот тебе пожал, вот тебе воздаяние. Взят в плен и увели. Увели в плен. Авраам услышал об этом и выразил глубокую озабоченность. Или там не так написано. Знаете, как сейчас происходит. Глубокую озабоченность выражают люди. Или стал заламывать руки. Или там опечалился и ходил печаль. Нет. Он храбрый воин. Готов жертвовать собой. Четыре царя. Это же не четыре человека. Это со своими войсками. Это много. Он вооружает своих рабов, которых у него 318. Мне кажется, да. 300. И нападает ночью на этот стан этих неприятелей. Освобождает лота. Освобождает имущество, весь скот, народ. Короче, вот такую совершает блестящую победу. Я обратил внимание, знаете, на что? Что этот муж Божий, у него были рабы. Он вооружил этих рабов. Оказывается, он и с рабами нормально. Это вооружить рабов, это же такой шанс рабам напасть на своего рабовладельца. И вот такое. Поэтому рабовладельцы боялись вооружать рабов. А тут не боялся. Вооружил рабов, напал ночью и возвратил имущество лота, значит, женщин и народ освободил. Я помню, я работал на стройке. У меня, ну, мы работали там еще, как говорится, сейчас по шабашкам. Строили дома люди. Я с братом, он познательше меня, и мы строим это. Жарко, возле стены, кирпичную стену, жара такая, воду пьем. А он говорит, если бы жил я во время во время Авраама, я купил бы себе раба. Я говорю, я говорю, слушай, а ты не боишься, что тебя могли бы купить в рабство в то время? Ну, а вы знаете, друзья мои, что в этом есть какое-то, вы знаете, что у каждого из вас у меня есть раб. Да, ну, может быть, не так много, как у Авраама, у нас есть у каждого раб. Есть такая хорошая песня, или это стихотворение, я помню, там написано так, я дал ей плоть церкви, или душе, они имеют значение, я дал ей плоть в рабыни и волю для борьбы, она же стала ныне рабой своей рабы. Вы знаете, что нашего раба, нашу, апостол Павел говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое. Вы знаете, что нашего раба, нашу плоть в понятии тела, потому что есть плоть, в Писании есть понятие, как греховная природа, и плоть, как тело, сотворил, написано, Еву, и закрыл то место плотью у Адама, значит, плоть, то есть тело человеческое. Так вот, вот это плоть или тело, оно нейтрально до какого-то времени, его можно как раба использовать на дела нехорошие, потому что апостол говорит, что в членах моих, в теле моем живет закон греха, который делает меня пленником закона греховного, но есть и наш дух. Апостол Павел говорит, которым я усмиряю и порабощаю мое тело, и делаю его слугому, слугой для духа. Это очень печальная мерзость перед Богом, когда наше тело становится господином, а наш дух становится рабом. А ведь так часто и бывает, так часто и бывает, когда наша плоть, наше тело диктует свою волю. И так хотелось бы похудеть, так хотелось бы, а он говорит, да нет, ты покушай, и я кушаю, вот, и вес никак не могу сбросить. От этого страдают и мои суставы, и мое сердце, и там, и прочее, и прочее. Тело говорит, отдохни, а дух говорит, надо в собрании, вот, надо в церковь, надо дело Божье делать, вот, а тело свое, но кто кого поработит, или я порабощу мою плоть, и она будет хорошим рабом, слугой для моего духа, или плоть поработит, или грех поработит мое тело, и оно будет в услужении закону греховным, греховным, законы, дел греха и прочее. Поэтому, дорогие мои друзья, Авраам, ну, это образно, да, дай Бог нам действительно использовать наше тело для славы Божьей. Мы можем очень много мечтать, говорить, есть даже такая хорошая христианская песня, хочу, вот, сейчас не могу вспомнить, ну, короче, там говорится, не хочу полуправды, полуцели, не хочу вот этих в сердце, вот этих бесполезных трепетаний. Я хочу воевать, я хочу побеждать, я хочу действительно быть воином Господним, чтобы побеждать и в первую очередь себя, свою плоть, греховную натуру свою побеждать. Но для этого я должен употреблять, употреблять усилия, должен, конечно, и мое тело употреблять на дела Божьи. Вот апостол Павел говорит, вот смотрите, я усмиряю, порабощаю тело, и говорит Риллиан на такое слово, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, ну, не можете понять глубин духовных каких-то, то я вот очень просто вам хочу объяснить, он говорит, как вы предавали ваши члены в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные. Вот раньше же вы это делали, то есть ваше тело, ваша плоть, вы делали дела беззаконные, ходили путями неправильными, делали не то, что должны были делать. Вот так точно возьмите ваше тело и, как здесь он говорит, так ныне представьте члены ваши или тела в рабы праведности на дела святые. А то если этого не делать, друзья мои, то наше духовного, нашего родства не будет. Никакой свободы не придет, потому что внутри дух вроде бы, да, я понимаю, я знаю, но дальше трепетание никуда это не придет. Поэтому наша церковь существует. Вот, служение, программы, вот сегодня так, ну хорошо, что я имею много времени, а так, ну хорошо, когда большая программа в церкви, когда много песен поется, но это все надо же как-то и тренироваться, надо ходить на церкви, на спевки, все, что бы мы ни делали, это вот поехали на океан, но есть там, там тело участвовало, тела, братьев, которые это организовали, которые кто-то варили, кто-то ловили рыбу, это все сделали очень хорошо и красиво, но если бы только вот в мечтах, вот в разговоре все это было, я один стишок такой, я его даже вам прочитаю, не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра, поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела, ну, хорошие, правда, слова, так вот, иногда человеку кажется, что он может заменить речи делами, нет, оно должно идти вместе, и говорить надо, и делать надо, потому что вот так, и последнее, он муж молитвы, он ходатай, Авраам, он муж молитвы, он, значит, если там были враги, если там были люди, которые там атаковали, лота и все прочее, можно было понять и вступиться, но здесь уже сам Бог, сам Бог посылает ангелов на истребление Содома и Гаморы, а там Лот живет, ну, вот доигрался, вот, 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 суды Господни, Авраам места себе не находит, и Лот ничего хорошего ему не сделал, одни только, как я сказала, одно только беспокойство, одни проблемы с ним, с Лотом, и тут вдруг уже сам Бог, ну, Бог уже разберется, что к чему, а Лота это не, Авраам это не устраивает, он начинает, он начинает говорить с Богом и говорит так, не может быть, чтобы ты, Господи, поступил так, чтобы погубил праведного, он на Лота смотрит, как на праведного человека, с нечестивым, чтобы было с праведником то же, что не может быть от тебя такой, ну, ты так не сделаешь, я, ну, как-то я и раньше говорил, вот, откуда Авраам знал, что правильно, что неправильно, он же не было Библии, не было, чтобы где-то прочитать, я каждый раз убеждаюсь в том, друзья, что Господь не только Творец прекрасного окружающего нас мира, Он не только Творец Священного Писания, и нам подарена эта замечательная книга, где мы можем читать, Он также Творец и понятий, сотворив человека, Он вложил в него понимание, что правильно, что неправильно, что можно делать, что нельзя делать, как это справедливо, вот, вот вложил это справедливо, где-то Богу приписывают вещи, какие-то он, ну, что, что, якобы, может это сделать, и так дальше, вы знаете, Бог, Бог вложил понятие справедливости, понятие правильности, и в человека, и в человека это есть понятие, потому что он исходит из себя, он Творец, и он Творец понятия, поэтому он так спрашивает, ну, ты же так не можешь поступить, это же так неправильно, значит, и мы знаем, друзья, что в конечном итоге, ну, что Господь, как Он поговорил с ними, и вывел, Лотов, Бог вывел, правда, печально, печально все было, потому что не таким он уже был праведником, Лот, как его хотел видеть, и как думал о нем Авраам, хотя кто-кто на Авраам прекрасно знал, как поступал Лот, вот, как он там и в Содоме, на почетном месте, значит, у ворот, там самые важнейшие люди, и он там восседает, вот, и все, ну, в конечном итоге, очень печально закончилась его, вот эта история, но Авраам, как красиво на фоне всего этого, вот, он смотрелся Авраам, поэтому благослови нас Господь, и так, сейчас будем молиться, ну, значит, вывод, хороший отец, хороший христианин, правильный человек перед Богом, истинная душа, он победитель своего своеволия, повиновения Богу, а не так, как я хочу, победитель своих притязаний, благородства, как хочешь ты, лот, так я сделаю, дай Бог, чтобы им нашли, своих страхом, ну, конечно, один против четырех царей, это очень серьезно, а также своего равнодушия, он ходатай, он стоит в проломе перед Богом, в Откровении мы читаем, что, вот, это победитель, побеждающий наследует все, я дам ему сесть рядом, на престоле моем, значит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, и так дальше, как хочется быть победителем, помоги нам Господь, и подражать вот таким героям веры, о которых написано в Священном Писании, сейчас давайте будем молиться, Аминь.